Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на канале Дарвиновский музей дети. И как обычно я отвечаю на ваши вопросы или рассказываю о каких-нибудь интересных необычных организмах. И сегодня я хочу выполнить свое обещание рассказать о хищных грибах. Мы с вами, ну если не все, то многие, по крайней мере, любят ходить в лес, собирать грибы. И нередко нам встречаются грибы червивые. Нас это конечно огорчает, но не удивляет, поскольку действительно различные черви и личинки насекомых нередко используют грибы в пищу. Но оказывается и грибы в свою очередь тоже не прочь кого-нибудь съесть. Среди них есть самые настоящие хищники, у которых есть масса удивительных способов активно ловить свою добычу. Вот об этом мне сегодня с вами и хочется поговорить. Надо сказать, что о хищных грибах узнали не так давно и о первом хищном грибе узнали только в 1852 году. До этого таких идей даже у ученых не появлялось, что могут грибы вести образ жизни хищника. Итак, самый первый гриб, для которого стал известен такой факт, что этот гриб ловит живые организмы, называется артроботрис ольгоспора. Этот гриб необычайно распространен, он встречается практически повсеместно на всех материках, но гриб этот ведет достаточно скрытную жизнь, потому что его гифы, нити грибницы расположены в почве, и мы с вами этот гриб не видим и не видим все те ужасы, которые этот гриб устраивает, охотясь на разную мелкую добычу. Основной добычей хищных грибов являются нематоды. Нематоды это такие маленькие круглые черви, необычайно распространенные на нашей земле, живут они в разных средах, очень много их в почве находится, и считается, что в квадратном метре почвы находится порядка двух миллионов нематод. То есть это гораздо более продвинутые, наверное, животные, потому что их численность просто невероятна, их гораздо больше, чем нас, и в этом смысле они нас, безусловно, значительно опережают. Но, помимо нематод, хищные грибы иногда охотятся на разную другую добычу. В частности, например, они могут охотиться на колембол, они могут охотиться на тихоходок. О тихоходках мы недавно рассказывали в одном из наших видео, если вы еще не видели, обязательно посмотрите его. Оно достаточно любопытно. Но именно нематоды чаще всего становятся жертвами грибов, в силу того, что просто их огромное, невероятное количество. У нашего сегодняшнего героя, артработриса, для поимки нематод есть специальные ловчие сети. Эти ловчие сети вырастают на обычных гифах, на обычных нитях грибницы, и они имеют необычную поверхность. Эта поверхность клейкая, и эта поверхность реагирует на появление нематод. Если нематода появляется рядом, то пытаясь проникнуть через сети, она приклеивается к их поверхности, причем приклеивается очень прочно. Это не какое-то просто клейкое вещество, а происходит взаимодействие между кутикулой нематоды и поверхностью вот этих вот липких сетей на молекулярном уровне. И получается такая мощная адгезия, что нематода никак не может вырваться из этой сети. Далее через какое-то время в том месте, где нематода приклеилась к ловчей сети, прорастают вегетативные гифы, вегетативные нити грибницы. Они проникают внутрь нематоды и съедают ее. Вот такой вот немножко жутковатый способ охоты. Прямо можно сказать, что настоящий сюжет для фильмов ужаса. Интересно, что как правило вообще этот гриб питается отмершим растительнообразным опадом, то есть какие-то отмершие листья растений, гниющая древесина и так далее. То есть он живет как нормальный сапрофит. Но в том случае, если в окружающей среде недостаточно азота, то у этого гриба начинают образовываться ловчие сети. Причем образуются они лишь в том случае, если в окружающей среде присутствуют нематоды. То есть грибы реагируют на присутствие нематод и только в этом случае у них начинают очень активно образовываться сети. Как происходит опознавание, откуда гриб узнает, что в среде появились нематоды. Дело в том, что нематоды производят разные вещества пахучие. Называются эти вещества аскоразиды. Их целый комплекс. И нематоды вырабатывают эти вещества для самых разных своих целей. Например, для поисков партнеров. Ну и в некоторых других случаях тоже эти вещества они вырабатывают. Соответственно, грибы на эти химические вещества реагируют вот таким вот образом для того, чтобы поймать свою добычу. Но, кстати говоря, вот такой способ существования, то есть обычно коксопрофиты, а в случае нехватки азота, как хищники, это свойство практически всех хищных грибов. Они все так поступают, а не только тот гриб, о котором мы сейчас с вами говорим. Но ловчие сети это не единственный тип ловушек, которые существуют у грибов. Их огромное множество, большое разнообразие. И эти ловушки могут быть похожи, например, просто на небольшие выросты гиф, имеющие клейкую поверхность. Они могут быть похожи на небольшие веточки, которые также отрастают на вегетативных гифах, на петли, на такие вот ручки. То есть это как такой шарик рыбкий на ножке. То есть большое очень разнообразие существует. И вообще считается, что хищничество у грибов появилось очень-очень рано. Грибы это организмы, широко распространенные на земле. И появились они на земле очень рано. И вероятно, это были первые живые организмы, которые освоили сушу. И поэтому, конечно, их эволюция за длительное время привела к такому невероятному совершенно разнообразию способов поимки добычи. Но, пожалуй, самые удивительные ловушки, которые возникают у хищных грибов, это такие кольца, которые не имеют липкой поверхности, но зато они способны невероятно быстро сжиматься, захватывая свою добычу. Эти кольца состоят из трех клеток. Внутренняя поверхность этого кольца, она чувствительна к прикосновению. Выглядит сначала как обычное кольцо. И если вдруг через это кольцо пытается проползти нематода, кольцо с невероятной просто скоростью сжимается за 0,1 секунды. Представляете, сжимается очень сильно за вот такой короткий промежуток времени в объеме в три раза, практически смыкаясь. И захватывает нематоду. Ну и дальше все по уже известной нам схеме, когда через покровы тела нематоды прорастают гифы вегетативные гриб попадает внутрь пойманной добычи, ну и там уже ее спокойненько поедает изнутри. Вот такие вот ужасы творятся. А мы с вами ничего даже не подозреваем, потому что те самые нематоды или этих охотки или карембулы это совсем маленькие организмы, которые мы не можем с вами увидеть невооруженным взглядом. И по счастью для хищных грибов мы не представляем интереса как добычу, потому что мы очень большие. Итак, мы с вами говорили в основном о тех грибах, которых мы не можем как правило увидеть. Их жизнь скрыта, они живут в почве, некоторые из них живут в воде, но есть и грибы, которые хорошо нам знакомы, которые тоже были замечены в хищничестве. Например, хорошо известная нам всем вешенка. Этот гриб, который активно культивируется, он и в дикой природе встречается, и мы его регулярно можем с вами употреблять в пищу, потому что его разводят, его культивируют. И оказалось, что этот гриб тоже склонен хищничать и тоже нередко охотится на нематод. Делает он, правда, это несколько иным способом. У него на вегетативных гифах есть такие кончики, на которых находятся железы, вырабатывающие довольно сильный токсин. Когда рядышком появляется нематода, то, соприкасаясь с этой капелькой токсина, нематода парализуется. То есть это яд, вызывающий парализацию животного. Животное не погибает, оно просто обездвиживается. Ну и дальше с нематодой начинают происходить очень странные метаморфозы. Например, у нее уменьшается в размере голова. Ну и опять все по той же схеме. Гиф проникает внутрь, нематоду прямо вот так вот живьем, парализованную, бедную, обездвиженную нематоду съедают. И хочу вас утешить, это происходит только в гифах подобные процессы. То есть те плодовые тела, которые обычно мы в обыденной жизни называем грибами, они никакого токсина не содержат, они никого не ловят, и вы можете совершенно свободно и спокойно есть, ничего не опасаясь. Еще один гриб, который тоже активно культивируется, называется гриб опенок зимний. Этот гриб можно встретить и в природе, причем даже он продолжает расти в условиях зимы, поэтому и называется опенок зимний. Ну а чаще в магазинах мы его можем встретить по другим названиям. Его называют эноки, потому что этот гриб очень активно начали культивировать именно в Японии. Вот это японское название, оно стало очень популярно. У него такая же схема охоты, то есть он тоже выделяет особые токсины на своих гифах подземных, которые нам не видны на тех самых ниточках незаметных и, соответственно, парализует оказывающихся рядом нематод. Еще один гриб, который, кстати говоря, как ни странно, тоже съедобен, называется этот гриб навозник белый, выглядит он очень своеобразно. У него такая высокая тонкая шапочка, и пока он молодой, он весь белый действительно, поэтому называется навозник белый, но достаточно быстро по мере созревания гриб чернеет. Сначала меняет окраску его пластины, несущие споры, а потом и сам весь гриб чернеет и буквально разлагается на месте. И вот у этого гриба есть свой очень необычный способ охоты на нематод. У него в гифах пикетативных под землей образуются такие колючие шарики. Это очень маленькие структуры, которые действительно покрыты шипами и которые гриб используют для повреждения покровов тела нематоды. То есть если рядышком оказывается нематод, гриб производит множество этих колючих шариков, они повреждают покровы тела. Ну а дальше уже в ход идет токсин, который воздействует на животное и парализует его. То есть видите, на самом деле такой необычный способ охоты встречается не у одного единственного гриба. На самом деле таких грибов сейчас известны более 700. Представьте себе, то есть это явление необычайно распространенное. Это явление, которое, видимо, в течение эволюции появлялось неоднократно в разных совершенно группах грибов. То есть это не какая-то определенная систематическая группа грибов. Нет, это экологическая группа. И в разных систематических группах можно встретить грибы, которые используют хищничество для того, чтобы получить необходимые им вещества. В частности, например, азот, который доступен, легко доступен для производства различных белковых соединений, например. Хищные грибы растут повсюду. И вот эти вот чудесные нематоды, на которых они охотятся, и которые, как я уже говорила, необычайно распространены на земле, их огромное количество видов. На самом деле, среди них довольно много паразитов. Паразитов растений, паразитов животных. И многие сельскохозяйственные, например, культуры страдают от нематод, поражаются ими. Поэтому на самом деле сейчас довольно активно создаются различные препараты с использованием спора хищных грибов, которые вносятся в почву. И, соответственно, из этих спор развиваются новыми целями, развивается грибница, которая помогает справляться с нематодами. Иначе, в общем, достаточно трудно человеку бывает бороться с этими маленькими, но везесущими червяками. Что касается артроботриса олигоспора, это очень распространенный гриб, который, действительно, практически везде у нас под ногами, куда бы мы с вами не приехали, куда бы не пошли. Вот бывает так, что нематода достаточно крупная и сильная, и она, попав в липкую сеть, все-таки из этой сети умудряется вырваться. Но сеть-то липкая, и кусочки этой сети остаются прилипшими к покровам тела нематоды, и она уже неизбежно обречена. Даже если она умудряется из сети вырваться, все равно эти гифы прорастут, и все равно нематода, в конце концов, будет съедена грибом. То есть вот такая вот ситуация не так-то просто нематодам спасаться от хищных грибов. Ну что ж, друзья, вот такие вот необычные организмы живут прям буквально у нас под ногами, прям рядом с нами. Мы, правда, этого не замечаем в силах маленького размера, но согласитесь, что достаточно интересно и необычно. Не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Не забывайте ставить нам свои лайки, это очень нам помогает и очень нам всегда приятно. И, конечно, пишите комментарии, а в комментариях пишите свои вопросы или просьбы рассказать о каких-то необычных организмах. Мы постараемся это сделать. Всем хорошего дня! Пока!